А вот кто? Следователь из трансмиссов. Мы девятый канал. Я понял. А с следователем можно поговорить? Мы заканчиваем протокол. Давайте заканчиваем следственное действие. Можно подождите внизу, потом вы с ним пообщаетесь. Мы будем не отвлекать уже. Не, мы отвлекать не будем. Мы не отвлекать их на рабочий день. Я поняла. Да, хорошо. А там много людей? Нет, давайте понятые. Все нормально, все спокойно. Комментарии вы можете, что это возможно от хозяева квартиры, да? Ну да. Комментарии с другими партнерами. Желательно помочь, но есть, так сказать, у кого-то следует. Ну да, хорошо. Ну, мы же ждем. Мы ждем конца действия. Давайте мы проведем все мероприятия. А здесь можно подождать? Мы здесь подождем. Привет. Не меня. Привет, Павел. Как дела? Как дела? Я просто только приехал с сектора ночью. Давайте так, мы спокойно в какие-то помещения. Вы там уже общаетесь там. Хорошо, хорошо. Комментарии, хорошо? Да. Как только стало известно мне о том, что проведется обыск, я сразу примчалась по месту проведения обыска, по месту проживания Казана. При попытке пройти в примещение, где проводится обыск, меня как адвокатом, было, действительно, перешкоди. С боку неведомых осіб, которые сейчас находятся позади меня. Наведенными действиями чинятся порушения, грубые порушения КПК Украины. Чи представились вам неведомые особи? Действительно, не представились. Також представник в камуфляжной форме вошел. Поведомим про те, что мне не будет допущено до обшуку, как адвоката. Також не предстали. Чи удалось вам поспілкуватися саме с Павлом, что он говорит, что сейчас происходит? Действительно, у меня было допущено до казана Павла, чтобы поспілкуватися, дать правую помощь, защитить, також зафіксувати порушения, которые, возможно, действуются под час обшуку. Здравствуйте, а кто следователь? Я следователь, но комментариев не даю пока что. Просто только закончилось следственное мероприятие, и пока что комментариев не можем дать. Какие дать? А что это за мешочек у вас сделали? Это изъятые женщины. Изъятые? Похоже, кого-то они изъяты? Они как-то подозрительные, что-то фигурировали? Ну, если они изъяты, значит, они как-то проходят. А как вас зовут? Понятно. Утром мне позвонила жена, я приехал с боевого задания к родителям ночью. И утром позвонила жена и сказала, что врываются в дом люди. Я сразу же приехал сюда, дверь уже была сломана, и начался обыск. Сегодня шаббат, я собирался вообще идти в синагогу. Ну, уже тору вынесли. Ну, вот так вот в шаббат я им объяснил, что сегодня шаббат. Давайте перенесем это мероприятие. Ну, сделали полностью обыск, забирали все, компьютеры забрали там и так далее. Все остальное уже позже. На каком основании? Что объяснили? Есть решение суда. Есть решение суда. Вот и на основании этого решения суда. Решение какого? Черниговского суда, да. На основании решения Черниговского суда мне сломали дверь, перевернули полностью весь дом, сделали обыск. В очень такой жесткой форме, циничной. Суд что постановил? Суд постановил, я сейчас возьму решение суда. Ухлала, да. Ухлала, жёсткий приятный. Есть решение суда. Тут очень длинное решение. В общем, он постановил сделать, в том числе, обыск моей карты. На основании того, что по поводу Рудика, которого незаконно тримали и захопили голову Держземагентства, по поводу вот этого, по поводу того, что якобы есть доказательства того, что фонд занимался чем-то незаконным. Ну, в общем, здесь много разных пунктов, которые вообще никакого отношения не имеют в действительности. Что изъявлено? Вот что-то вынесли в чёрном мешке. Да, там забрали, например, деньги у меня, которые я собирал на операцию. То есть, вот мне, например, на этой неделе надо делать операцию. Я получил слезоточивым газом в глаза. У меня, в общем, большие проблемы. То есть, мы сейчас все собирали деньги на операцию в течение нескольких месяцев. 15 тысяч долларов у меня забрали. Вот. Ну. Личные вещи, то есть, ну, всё, просто всё. Там детские вещи. Ну, вот всё, что можно было. Просто, ну, цинично настолько, причём, ну, это в очень циничной форме. С шутками, с издёбками. То есть, следователь говорит на тему того, что вот у меня хорошая коллекция пластинок, хорошая коллекция дисков. Вот. Что следователь, оказывается, он ценитель искусства. Вот. То есть, вот это вот ему интересно было. Он оценил, что у меня есть пианино и гитара. Ну, то есть, вот были такие шутки, издёбки, вот в таком, ну, сталинско-бериевском таком. Типа, хорошо живёшь, ближе? Ну, не то, что даже хорошо живёшь, а, ну, я, в общем, живу достаточно скромно в двухкомнатной квартире со своей семьёй. Тут вряд ли можно было бы как-то что-то сказать на эту тему. Но вот такие вот издёбки в каком-то таком... А вы знаете, что одновременно и шёл обыск вашей сестры? Да, волонтёра Ирины Кашлевской шёл обыск. Шёл обыск в это же время у моей сестры. Шёл обыск в это же время, вломились в офис. Мне позвонили и сказали, что у Ангурца, у моего заместителя шёл обыск. И вот ещё у родителей Кормана, ну, это я не знаю. И у меня забрали телефон мой мобильный. То есть с вами связи сейчас нет? Нет, у меня отобрали мой мобильный телефон. То есть отобрали компьютер, отобрали компьютер жены, отобрали планшет жены, и отобрали мой мобильный телефон. То есть со мной связи теперь нет. Ну, есть подозрения, что меня могут арестовать. Такое есть предположение. Какие рекомендации вам дали? Мне запретили общаться с адвокатом. То есть адвокат сюда приехал, мне запретили общаться с адвокатом. Адвоката не пустили в квартиру. Поскольку обыск был начат с того, что сломали дверь достаточно цинично, зухвало. То есть утро раннее, ещё не было восьми часов утра, жена с ребёнком спали ещё. То есть жена даже не сразу услышала, что ломятся в двери. То есть даже не ожидая какого-то ответа, она сказала, что сейчас приедет муж. Даже не ожидая какого-то ответа, два автоматчика в масках, угрожая автоматами, угрожая расправой моей семье, моей жене, моему младшему сыну Михаилу, в шаббат ворвались в мой дом. То есть это вершина цинизма. Я не знаю вообще, за что мы боролись на Майдане. То есть такого даже не было в часы Януковича. Мы вызвали милицию, я знаю. Мы вызвали милицию, и милиция приехала через два с половиной часа. Приехала, посмотрела решение суда и сказали, что ну ладно, всё нормально, и уехали. То есть милиция не стала разбираться. Кем представились люди, которые... Люди представились следователями прокуратуры и СБУ, да. Генеральной прокуратуры и СБУ, да. Были представители генеральной прокуратуры и СБУ. Имущество, которое вас отобрали, как-то опись сделали, были понятые? Да, но сделали опись, понятые были из милиции. Это были сотрудники милиции, солдаты милиции. Один из них вообще не проживает на территории Днепропетровской области, по-моему, из Ровно. То есть это служащие срочной службы? Да, это служащие срочной службы, молодые пацаны. Они были понятыми, они даже в форме приехали. Батальонами воды? Да, они даже в форме приехали, эти ребята, которые так называемые понятые. Что ты хочешь спросить? Пакет, почему он был не опечатан таким, что они изъяли? Пакеты, нет, они пакеты, они опечатывали документы, они все брали вообще не относящиеся. Положили все в мусорные пакеты? Просто положили в мои вещи, положили в мусорные пакеты. Это какие-то старые банковские карточки, это какие-то детские игрушки, какие-то диски, какие-то. Ну вот то, что у меня в доме, у меня, то я никогда ничего не скрывал. Деньги пересчитали, опечатали, да. Надо еще уточнить, где вы получили эту травму. Да, да, 26 января? 26 января, конечно. Я получил эту травму 26 января, конечно. Это известный факт, есть подтверждение врачей. Ну сейчас я буду ехать в офис, потому что в офисе идет обыск тоже. Вот, то есть я хочу там тоже поучаствовать, то есть я должен поучаствовать, потому что там мой заместитель, онгурец. Вот. Дальше? Ну а дальше будем уже подключать юристов и понимать. То есть я, сейчас идут выборы, то есть я баллотировался в облраду, то есть, по всей видимости, я прохожу в облраду. То есть это просто политический заказ, я так понимаю. А, ну да. Ну, неприкосновенности пока... Нет, ну во-первых, никакой неприкосновенности и нет у областных депутатов, но не в этом-то и суть. То есть, просто это, я считаю, однозначно расценивано как политический заказ. Чем? Ну, это, я не знаю. Не знаю. Ну, как это можно еще расценивать?